Каждый из вас посмотрите своим взглядом, друг другу подсказывайте, что можно сделать такого и каким образом мы привлечем свои силы и средства в субботник, который у нас будет называться общий областный. Обход территории Альберт Гравин с руководителями различных муниципальных подразделений начал от торгового центра Старая Прага. На площадке перед ним проблем хватает. Это и провалившиеся колодцы, и поврежденная пешеходная дорожка, и мусор, оставшийся после зимы. Мы говорим о том, что вот эта вот история, и до дороги сметает, надо смыть чем-то, и все. Александр Петрович, а ваша служба уже дорога и, собственно, вот эта часть. Городская инфраструктура – вещь хлопотная. К сожалению, над разрушением ее элементов работают не только погодные условия, но и сами люди. На что обратить внимание в преддверии предстоящих майских праздников? Это задача сегодняшнего собрания. Но главная цель встречи – не только оценить состояние территории, но и назначить конкретного исполнителя по той или иной работе. Ведь зона ответственности муниципальных служб – вещь довольно сложная. Все сотрудники администрации, наших учреждений и предприятий уже приступили к ежемесячному субботнику. Практически каждые выходные дни мы занимаемся приведением порядка и благоустройством. Финиш – это будет 27 апреля. То есть это будет общая областность по указанию Андрея Юрьевича Абеева. Помимо непосредственно советского проезда осмотрели территорию вокруг кинотеатра «Искра». Стоит отметить, что в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции провести масштабное наведение порядка после зимы не смогли. Фронт работ большой. Мы сейчас прошли, все это посмотрели и зафиксировали, и основные болевые точки выявили. Поэтому работа ведется, и это хорошо. Акцент первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин сделал на состоянии пешеходных дорожек и тротуаров, малых архитектурных формах, поврежденных объектах и отсутствии травы на некоторых участках газонов. Все это будет восстановлено до 1 мая. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.